Всем привет! Меня зовут Зиба Дарья и в сегодняшнем видео я расскажу, как сделать быструю и в то же время освежающую укладку для вашей не очень свежей головы. Я думаю, что каждая девушка сталкивалась с таким моментом, что вчера помыла голову, сегодня как-то не хочется ее снова мыть и хочется протянуть этот момент от помывки до помывки, но хочется разнообразия и вы, как я, с утра встали с помятой головой, пока вы спали, у вас где-то что-то загнулось и это не очень нравится и смотреть на себя в таком виде как-то не очень прикольно. Что же с этим делать? Что с этим делаю я? Конечно же, в первую очередь можно пойти и помыть голову и заново все уложить. Можно, но мы же не ищем легких путей и в принципе, что первое делаю я. Я наносу сухой шампунь. Вот опять, как только заходит речь о сухом шампуне, я все-се-се. Как правильно выбирать сухие шампуни, какие они есть, у меня есть отдельное видео, ссылка внизу в описании. Так что можете смело идти туда, выбирать любой сухой шампунь, который подойдет вам по карману и по свойствам. Я использую Батиста, у меня миниатюра, потому что у меня что-то много миниатюр в последнее время, без разницы. Я наносу сухой шампунь, такими пропшекивающими движениями. Почему? Для того, чтобы он не пылил. Когда вы делаете вот так вот и вот так вот, у вас начинает пылить. А так точечно. Вы распределяете его по всей голове и промассируем. Обязательно промассировать. И вот уже вернулся наш объем, вернулась наша красота. В виде объема на голову, но мне этого недостаточно. Я беру утюжок. Это может быть любой ваш утюжок мой от Babyliss. Я его купила совсем недавно, потому что предыдущий мой дружочек приказал долго жить. И отделяю заднюю часть, точнее нижнюю часть отделяем. Верхнюю благополучно убираем. Нам не нужно. Я вообще очень люблю делать кудри, делать локоны на вчерашнюю голову. Не на свежую. На свежую волосы держат хуже накрутку. Они слишком идеальные. То есть, им нужно дополнительные средства для того, чтобы как-то вернуть им легкий потрепанный вид. Я не люблю идеальные локоны. И в этом видео, как вы могли заметить по вставке в начале, я покажу не кудри-кудри, но текстурную укладку, которую как раз-таки отлично можно применить как и на повседневную историю, так и на какой-то праздник. В последнее время в моем инстаграме вы могли очень много видеть именно этой укладки, потому что я на нее подсела. Но я ее делала более на длинные волосы, потому что кто-то отрезал больше 10 сантиметров волос. Кто это? Я это. Я начинаю сзади. Я разделяю напополам. Беру вертикальный пробор, выбираю 5. И зажимаю свой утюг диагонально. Потом переворачиваю, горизонтально кручу в другую сторону и снова диагонально. Более подробно я вам сейчас это покажу на передних волосиках. Дайте мне время сделать это сзади, потому что там сзади более короткие волосы и вам чуть-чуть непонятно. А вот, кстати, вот на этой пряди уже можно показать. Смотрите, я зажимаю вертикально, провожу утюг почти в оборот, потом вставлю его горизонтально, в другую сторону провожу и еще раз по диагоналочке. И у нас получается волна. Но она получается не вот такая, а вот не накрученный локон. Идеальный вариант. Это идеально то, что нужно. И для вас. Смотрите. Вертикально. В другую сторону горизонтально. И снова вертикально. Но вертикально не прямо, вертикально-вертикально, а все-таки чуть-чуть под углом лучше делать. Все-таки у нас тут не накрутилось. Маленькие пряди, которые не накрутились, их можно просто накрутить. Хоп, все. Продолжаем. То же самое. Взяли. Хоп. В одну сторону почти полностью провернули. Теперь другую. Хоп, чуть-чуть. И снова более большой. Так, а чуть-чуть мы выключили. Ай-яй-яй. У меня отходит розетка. У меня выключился ручок. Но все равно я успела им обжечься. То есть получается, смотрите, у вас каждое движение идет сильный диагональный завиток, потом слабенький горизонтальный, и потом снова сильный диагональный. И потом слабенький горизонтальный. Эта укладка отлично работает на волосах любой длины. Мне нравится она как на более коротких, как у меня сейчас, так и на более длинных. И на очень длинных она очень хорошо смотрится. Хоп. Если у вас где-то что-то не докрутилось, просто возвращаемся в это место и так пицц и пицц. Это не страшно. Первый раз может не получиться, но у меня на моей голове получилось первый раз. Так что и у вас есть все возможности. Но лучше сначала потренироваться на подружках, отточить движение. Потому что я первоначально эту укладку пробовала. Даже то, что отключается все. У меня подводит. Во-первых, стул подводит, он укатывается. А во-вторых, подводит розетка. И вот мы сделали одну часть. И теперь переходим ко второй половине нашей... Хотела сказать нашего лица, но не нашего лица, а нашей головы. И вот... Ау! Ну все. А, Дарья, разрушитель в деле. И вот со второй половиной тут уже смотрите сами, как вам удобно ставить руку. Потому что если с этой стороны я ставила утюг вот так, то с этой стороны мне удобнее уже сверху его ставить. И в этом нет ничего такого. Вы должны понять для себя, как вам удобнее крутить. Главное, чтобы были правильные движения. Выбираем вертикальные проборы и ставим руку так, как вам удобно. Мне удобно с левой стороны ставить утюг сверху вниз, с правой стороны снизу вверх. И крутим так всю голову. Вот мы накрутили переднюю часть. И мне чуть-чуть не нравятся кончики здесь. Просто докручиваем. Хоп! Накрутили и уже интересно. Теперь распускаем наш верх. Выбираем самую-самую макушечку, оставляем ее в покое. Также я закалываю. Теперь также сзади начинаем делать все то же самое. Разделили напополам. Смотрим, где у нас незавитые волосы. Вот они видны все наши незавитые. Видны же? Я просто без очков и без дополнительного зеркала ничего не вижу. Выбрали. Сзади выбираем вертикально. Как всегда, выбираем вертикально прядь. И делаем все то же самое. Диагонально. По горизонтали. Диагонально. По горизонтали. Диагонально. Если у вас где-то получается не идеально, ну и ладно. Ладно, и так сойдет. Ну у нас же укладка такая. На повседневочку на первый раз сойдет и не идеально. Радуйте, что она вообще получилась. И следите за тем, чтобы были прокручены все волосы. Потому что я периодически могу пропускать ее. И не берите очень тонкие пряди. Вот я беру тонковатые. И у меня получается прям такая. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Текстура как будто от косы. Если вы будете брать более толстые пряди, то ваша укладка будет более такими прямо прядями. Все зависит от того, чего вы хотите. Вот я преследовала именно такой вариант. Переходим к другой стороне. Наши голые. Не бойтесь трогать ваши локоны и немного их разбивать. В этом нет ничего такого. Верх. Самые верхние волосы. Мы начинаем двигаться от макушки по направлению вперед. Можно их даже разделить. Можно определиться с каким вы пробором хотите. Мне очень нравится эта укладка с плюс-минус прямым пробором. Потому что так она выглядит более естественно. Если вам хочется... Я такая прекрасная. Если вам хочется, чтобы она выглядела более аппаратно, вы с легкостью можете перекидывать ваши волосы как вы хотите. Разобрали. Выбираем заднюю прядь. Лично для меня крутить вот эту заднюю прядь самая сложная, потому что ее нужно крутить по направлению в назад и в сторону. Сложно, но вы поймете, что я имею в виду. Для того, чтобы она именно лежала назад, а не заваливалась вперед. И самую челку я оставляю пока что. То же самое с другой стороны. Я запуталась. Вот я чем говорила, что лучше брать с подручной руки, чтобы не путаться. Мы накрутили всю нашу голову за исключением челки. Что мы делаем с челкой? Вот у меня она достаточно густовата. Ну так вот, откровенно, она чуть-чуть густовата. И если я ее накручу так же, как я накрутила эти волосы, то я буду вообще бараном. А я не хочу этого. Я хочу, чтобы моя челка была более интересной. Часть челки. Вот я выбираю. Я его кручу так же, как и все волосы. Я накрутила. Вот она лежит. Хорошо лишь. С этой стороны часть я не буду делать так. Что я делаю с челкой? Если у вас такая же челка, как у меня, либо же у вас она чуть длиннее, чуть короче. Вне зависимости от того, какой длиной у меня была челка, я ее крутила просто от лица. В таком вот варианте. В варианте. Начнула крутили. Чуть-чуть взбили с пальцами. И завернули назад. И у нас получается вот такой вариант укладки. Но это не финальный вариант. Потому что я подлезаю чуть-чуть прямо в самый верх. И прогреваю самые корни. Для того, чтобы это было чуть-чуть пообъемнее. Хочется мне, чтобы это было проблемой. Потому что я не люблю начесывать. Если вам нравится начесывать, вы можете смело начесать всю эту гриву, залить ее дополнительно лаком, чем-то еще. Я сейчас это тоже сделаю. Но я еще раз проработаю свою голову сухим шампунем. Как видите, я не использую очень много сухого шампуня. Я использую совсем чуть-чуть. Для чего я еще? Сейчас сделала сухой шампунь. Для того, чтобы... Мне чуть-чуть не нравится челка. Я еще не привыкла к этой длине челки. И вообще что с ней делать. Поэтому не судите строго. Я всего лишь третий день хожу с этой стрижкой. Для чего я еще раз пропшикивала сухим шампунем? Для того, чтобы вернуть волосам вот это вот чуть-чуть поваленное состояние, которое как раз-таки дает сухой шампунь. Плюс он служит как дополнительная фиксация. Смотрите, если вам не нравится такой вариант церковно-приходской девочки с такой челкой, мы можем спокойно хопа. Приветики. У нас в одну сторону уже по одному смотрится укладка. Она смотрится совсем по-другому. Она смотрится более дерзко, более интересно. Мы можем в другую сторону. И тут она тоже будет смотреться чуть-чуть по-другому, потому что здесь у меня по-другому растут волосы. И эффект тоже такой прям. Но захотела. То есть это, знаете, днем порядочная девочка, а вечером мы отрываемся на тусовки. Вот где-то такой вариант этой укладки. Я его очень люблю. Можно добавить немного лака. Это может быть любой ваш лак. Лак. Я предпочитаю распылять глаза лак, на самом деле, да? Лак я использую снизу немного для того, чтобы как раз мои вот эти локоны, они пружинили. Прям не боюсь их трогать. Такая шальная императрица чуть-чуть. Я очень люблю трепать укладки, потому что тогда они принимают... Ну, не такое вот определение. Но когда трепешь укладку, она становится более живой, а она ложится как надо. Ложится по физике, скажем так. А когда вы сразу пытаетесь сделать ее идеальной, то она как-то слишком идеальной лежит. А вот такой вариант мне очень нравится. И никогда не скажу, что это были не свежие волосы второго дня. А затем я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.